Это нормальное поведение так называемых партнеров, которые до поры до времени выжидают своего часа. И когда российская армия принимает участие в таких крупномасштабных мероприятиях, которых, наверное, не было со времен окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Конечно, они пытаются использовать свою возможность как-то заявить о себе на международной арене, попытаться шантажировать Россию тем, что у нас отвлечены сейчас основные средства и силы на подавление нацистских карателей на территории Украины. Но они заблуждаются в том, что Россия сегодня полностью отвлечена своими вооруженными силами и ресурсами на этом направлении. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы адекватно отвечать всем тем, вызовам и угрозам, которые могут наблюдаться в различных приграничных территориях нашего государства. Азербайджан – это когда-то союзная республика Советского Союза, но после распада Советского Союза каждая страна, вновь образовавшееся государство, выбирала свой путь. Армения является членом ОДКБ – Организация Договора Коллективной Безопасности, членом которой является также Российская Федерация. Азербайджан не стал вступать в ОДКБ. Более того, у них заключены соответствующие двухсторонние соглашения с Турцией, которая является членом блока НАТО. Напомню на всякий случай, что Турция – это не только государство, куда некоторые летом направляются на отдых, но это государство, которое принимает решение сбивать наши самолеты. Турция никогда нам не была, не является и не будет дружественным государством. Соответственно, любые государства, которые находятся с Турцией в военном альянстве, альянсы тоже не могут быть для нас дружественными. Рано или поздно это произойдет. И когда наступает конфликт интересов, то, соответственно, Азербайджан сегодня ясно и четко дает понять, что они не планируют считаться с наличием российских миротворцев на территории Карабахской Народной Республики. Это вот нам достались последствия так называемой национальной политики Советского Союза. И, в свою очередь, Российская Федерация должна все эти вопросы тушить на корню. Тогда еще, когда Турция выступила на стороне Азербайджана, наверное, России нужно было более решительнее выступать на стороне Армении. Тогда, может быть, многие вопросы сегодня бы не возникали. Поэтому, если кто-то сегодня пытается как-то себя обозначить и заявить, ну, это временное явление. До какого-то момента и Украина пыталась о себе заявить. Ну, вот сейчас мы наблюдаем, что происходит. Успокоим всех и везде всегда наберем порядок.